Я приветствую всех участников, всех жителей группы памяти Евгения Осина. Меня зовут Александр Зарецкий и сегодня хочу просто вспоминать нашего любимого, нашего друга Евгения. Мне прошло уже где-то полгода и, конечно, есть ощущение пустоты, потому что Женя занимал достаточно большое место в моей жизни. И, наверное, это связано с тем, что мы не просто собирались за круглым столом, а именно делали вместе творческую работу какую-то, да не какую-то, а достаточно интересную, на мой взгляд. Вот. И, конечно, уже я не приеду к нему в гости, он меня не встретит на пороге, не пришлет по Viber что-нибудь вечерком. Я считаю, конечно, что мне очень повезло встретиться однажды с этим человеком, посчастливилось. Было это в девяносто приблизительно в восьмом году или седьмом, двадцать лет уже прошло, когда на одной тусовке ко мне подошел невысокий коренастый парень, улыбнулся и сказал, привет, меня зовут Евгений Осин, слышал твои песни, мне очень нравится, давай знакомиться. Потом мы приехали к Жене в гости. Вот, где он мне рассказал о своей идее сделать вместе со мной альбом детских песен. Ему важно было то, что я как автор работаю в таком мелодическом ключе, и он всегда говорил, что это очень важно для детей, чтобы песни были мелодичны. Вообще, вся эта история с детскими записями, она характеризует Женю, конечно, особенным образом. Потому что такая работа априори, она не ведет к обогащению или, скажем, к достижению успеха, славы. Она именно здесь, вот из самого сердца идет в сторону малышей, которые подрастают, которых Женя очень любил, очень сильно любил. И никогда не относился, вернее, всегда относился к ним на равных. То есть с детьми он всегда разговаривал без всякого сисюканья, по-взрослому, уверенно. Вот. Дети его за это очень любили, и как-то с ним всегда было комфортно, детишкам. Ну вот. Ну и началась наша с ним и дружба, и деятельность тогда. И чуть позже, по-моему, даже во время записи детского альбома, мой директор предложил сделать новогоднюю песню. Я сочнил песенку под названием «Новогодняя сказка». Женя рассказал про эту идею. Вот. Женя достаточно уже к тому времени был высокой звездой, звездой высокого полета, и сильно помог. Пригласил многих участников, то есть тех, кого можно видеть в клипе. Вот. Предоставил студию, мы с ним много обсуждали, как это будет выглядеть. Ну, то есть таким был настоящим партнером. Ну, насколько я мог, и был в моих силах, конечно, тоже всегда помогал ему, если надо было аранжировку какую-то сделать, или там на каком-то инструменте сыграть. Самый последний альбом, который Женя все-таки осилил, выпустил. На мой взгляд, шикарная работа, и, в общем, мы с Виталиком приняли участие тоже в этом альбоме. И много бэков там я спел, и клавишные в основном все инструменты записывал. Мне это было в удовольствие, потому что я считаю Женю, конечно, одним из самых сильнейших вокалистов Новой России. И его энергетика, его голос, они, конечно, уникальны. Ну, и сам он по жизни вообще был человеком разным, достаточно полярным. Но была одна классная черта, которую я всегда ценил и уважал Женьки. Это его оптимизм, его умение заряжать энергией людей, умение отдавать эту энергию, делиться ей. Он лидер по своей натуре, настоящий лидер, хотя никогда не страдал, на мой взгляд, звездной болезнью, и не был никогда высокомерным. Случались, конечно, у него были сложные периоды. И я думаю, одним из таких периодов, по крайней мере, на моих глазах происходило, было, когда Женя попытался поработать в новом стиле. Это, по-моему, альбом «Птицы». И что-то, ну, по крайней мере, он мне жаловался, говорит, что не принимают особо эту работу в то время. Вот, и я очень был рад, когда Женя познакомился через некоторое время с одним автором, и они вместе сделали, на мой взгляд, одну из лучших Женькиных работ. Это, по-моему, то ли девчонки, то ли, ну, где много рок-н-роллов, ах эти девчонки, по-моему. Он там поет просто фантастически. Лед Зепплин отдыхает. Ну, очень здорово. И, ну, видимо, что-то уже стало меняться в нашем обществе, потому что эта пластинка, она уже не имела, конечно, успеха первой. Вот, и я думаю, что Женька это внутри очень переживал. Точно так же, как он переживал, конечно, на расставание с семьей, потому что до самого последнего времени нашего с ним общения, его жизни, точнее, он всегда мне говорил, что он очень любит Огнешу и скучает, скучает, потому что связь у них, как бы, вот, такая не очень крепкая. Женька, я считаю, мужественный человек, потому что он принес много травм каких-то и резался, и там, ломал себе, там, руки, но никогда я не слышал, чтобы Женька ныл. Вот, никогда не было такого, чтобы он был подавлен. То есть, наверняка внешне, то есть, внутренне он сильно испытывал переживания, но внешне он никогда этого не показывал. Это, в общем-то, говорит о силе его характера. Женька прекрасно готовила и был замечательным артистом, я имею в виду в самом широком смысле этого слова. То есть, он умел разыгрывать и говорить разными голосами. Например, когда мы записали уже второй альбом детских песен со звездами, еще к нам присоединился композитор Дима Дьячков, который тоже несколько песен в этот альбом внес и сделал несколько аранжировок, в том числе на Женькины песни. То в одной из Женьных песен пел Юра Гальцев. Он приехал из Питера, зашел, значит, в студию, все это прекрасно спел. А надо сказать, что Женя никогда просто так не брал стихотворение. Он всегда в любые, даже уже готовые формы, всегда вносил какой-то творческий элемент. То есть, он брал стихотворение, я как-то его адаптировал под песню. И Юра спел, соответственно, чуть адаптированное стихотворение. Когда после записи Юра уехал, все, а мы через несколько дней пошли просить разрешения у поэта, а поэт нам говорит, ребята, вообще, что-то вы мое стихотворение там все перекроили. Не дам им разрешения. И тогда Женя приехал в студию сам голосом Юры, перепел те фразы, где были другие слова. Женьки я могу очень много рассказывать. И в основном это такие очень теплые воспоминания. Вот уже где-то совсем незадолго до Женниного ухода нас пригласили на очередную совершенно идиотскую передачу, эти ток-шоу, где клятвенно пообещали, что мы будем говорить о детском альбоме. А все, конечно, скатилось опять к разговорам об алкоголе, о том, о чем не надо было говорить. Потому что, конечно, артисту важно, что люди интересуются прежде всего его творчеством. И, значит, а мы сидели в гримёрке и ждали нашего выхода на прямой эфир. И я говорю, Женя, я в этом участвовать не буду. И нам сейчас выходить. И говорит, я поеду домой, не хочу. Он говорит, а поехали вместе. И мы тихо оттуда, как два шпиона, выбрались из этой студии и пошли тихонечко домой. А нас там не нашли. Когда прибежали, видимо, администраторы, они не нашли пустая гримёрка. А нам выходить. Прямой эфир. Там столько было шуму. Это классное приключение. Потому что они потом просто оборвали все телефоны. Хотели нас вернуть, но ничего у них не вышло. А Женька прожил яркую, красивую жизнь, как комета. У меня о нём остались, конечно, самые тёплые, самые приятные воспоминания. Мне их будет не хватать. У меня дома хранятся, наверное, одни из самых последних его вокальных записей. И, может быть, я их как-нибудь обнароду. Идёт в том, что, когда мы поняли, что не можем выпустить детский альбом «Второй, где поют звёзды», мы с Женей решили сами перепеть эти песни. Я переделал аранжировки некоторые. И уже, не знаю, может быть, за полгода, где-то или год, мы приехали к Виталию в студию. К замечательному тоже Жениному другу. Очень надёжному человеку. В общем, Женя спели эти песни. Но, как бы, вот, дел много. И эти песни, я надеюсь, что мы обнародуем чуть попозже. Ну, и у меня для вас тоже есть ещё один сюрприз. Есть одна моя старая песня, которую, ну, когда-то я записывал с группы «Старый приятель». Это как-то мы сидели с Женей вдвоём. Она в его духе. И он говорит, а дай я её спою тоже вместе с тобой. Прям дуэт сделаем. И он спел, и это всё сохранилось. Поэтому в ближайшее время мы будем готовить к выпуску акустический альбом группы «Старый приятель», где много старых песен, в уютных таких аранжировках, тёплых, акустических. Я надеюсь, что тогда вы услышите Женин голос ещё раз. Я вам всем желаю здоровья и огромное спасибо за то, что вы... Вот ворона летает здесь. За то, что вы помните Женю, делитесь тоже воспоминаниями, мыслями своими. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова